Сегодня в студии мы будем разговаривать о том, стоит ли делать профилактические обследования, что они из себя представляют и что дают. И поможет нам разобраться в этом деле эксперт Елена Бобяк, директор медицинского агентства Медассистенс. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена, нужно ли зрить в себя? Техосмотр организма, так называемый. Часто ли его нужно делать, нужно ли вообще? И как? Вы знаете, чаще всего бывают какие-то крайности, или люди делают его очень часто, даже я бы сказала слишком часто. Это, как правило, у кого есть страх перед каким-то ужасным заболеванием, следуется очень регулярно, с частотой раз в несколько месяцев, либо человек вообще этого не делает. А вот что такое регулярные профосмотры, это когда как минимум раз в год мы проводим некий такой скрининг своего здоровья. И, конечно, это должно быть индивидуально, потому что мы все разные, не бывает одинаковых людей. У каждого есть свой, собственно, какой-то анамнез семейный, то есть чем болели родственники, к чему у вас есть склонность, чем вы болели в течение жизни, какие у вас жалобы, какой вы ведете образ жизни. И, соответственно, уже исходя из этих всех данных, нужно понимать, на что обратить особое внимание, то есть нужно расставить приоритеты. И понимать, например, что сердечно-сосудистую систему надо обследовать особенно часто и особенно хорошо. То есть смотреть липидный спектр, смотреть гемоглобин, много еще анализов крови, делать УЗИ, электрокардиограмму и так далее. То есть там довольно хороший перечень. И тогда мы будем уверены в том, что у нас все нормально. Если анамнез онкологически отягощен и если возраст уже, соответственно, немолодой, конечно, здесь стоит сделать упор уже на каких-то других видах обследования. А в среднем для всех людей, в принципе, стоматолога раз в полгода. Есть какие-то определенные временные промежутки? Какие вы посоветите? Нет, я не могу сказать, что всем нужно какие-то соблюдать определенные временные промежутки. Например, когда мы видим какие-то изменения на УЗИ, органов брюшной полости, и мы не можем их расценить, интерпретировать как-то. Мы говорим, нужно прийти через 3 месяца или через 6 месяцев и так далее. То есть чаще всего это бывает раз в год, мы просто проводим профилактические осмотры без каких-то уже поисков заболеваний таких прицельных. Я считаю, что сначала нужно все-таки понять, где могут быть проблемы, а не теоретически. Какое слабое место? У каждого человека есть какое-то слабое место, вот его надо обследовать тщательно. А все остальное, ну, например, Новосибирске, Новосибирская область эндемична по заболеванию общитовидной железы. Да, конечно, надо смотреть гормоны, надо делать УЗИ. В Новосибирской области довольно высокий процент заболеваемости туберкулеза. Ну, у нас нет солнца, у нас холодно. Вы заметили, наверное, да? Да. Вот. И, соответственно, конечно, туберкулеза несколько больше, чем в южных регионах. И да, нужно делать флюорограмму один раз в два года. Но, по сути, все равно прислушиваться к себе сначала и смотреть по-своему, а нам нужно. Да. Существуют даже какие-то специальные анкеты, когда мы можем выявить, в какой области скрыты проблемы наибольшие и уделить этому какое-то особое внимание. А чего не нужно делать? Например, пациенты с проблемами в позвоночнике, с болями в спине. Ну, когда заклинило. Вы все знаете, что это такое. Абсолютно ничего нового. Из года в год обострения, которое связано, опять же, с повышенным весом, неправильным, каким-то двигательным режимом, либо с какими-то нагрузками повышенными, вот заклинило. Первым делом, что начинает делать человек, вот не поверите, и не гимнастику, конечно, и не пануальному терапевту бегут, а идут делать МРТ. И мы видим вот такую пачку магнитно-резонансовых домоградических исследований. Ну, я вот считаю это жертвоприношением в чистом виде совершенно, потому что, конечно, когда изменился характер боли, когда появились какие-то другие дополнительные симптомы и так далее, тогда, конечно, стоит это делать. Ну, а если это систематическое зимнее, там какое-нибудь осложнение, то... Конечно, там есть дегенеративные, конечно, изменения, которые никуда не денутся. И самое большое, чего мы можем достичь, это что у нас не будет боли, не будет обострения, мы будем спокойно жить и двигаться. И это вполне достижимо. Вот это тоже очень интересно. Где делать? Вопрос тоже, смотря, если вы абсолютно здоровый человек, если вы абсолютно здоровый человек, вас ничего не беспокоит, то, конечно, вы можете прийти раз в три года в поликлинику по месту жительства и бесплатно пройти обследование, да. Если у вас есть какие-то серьезные проблемы, отсутствует время, тогда нужно подумать, где у нас очень широкий выбор. По разным целом категориям в Новосибирске можно обследоваться и любой диагноз поставить в течение недели. Друзья, решайте, собственно, что делать самостоятельно, выбирайте, смотрите, собственно, рассуждайте. Но самое главное, не забывайте профилактическое обследование делать все-таки нужно. Напоминаю, сегодня у нас в гостях был эксперт, директор медицинского агентства МедАссистенс Елена Бабяк. Спасибо вам. Спасибо.